Здравствуйте! Это программа «Золотые лекции». Меня зовут Валерий Владимирович Частных. Я работаю в Московском государственном университете в Институте русского языка и культуры заместителем директора. Этот институт подразделение Московского университета, которое занимается обучением иностранцев. Мы преподаем в основном русский язык и другие предметы, такие как литература, история и так далее. Тема моей сегодняшней лекции – проблема межкультурной коммуникации в современном мире. Проблема, конечно, большая и не для одной встречи, но тем не менее хотел бы рассказать о своем собственном опыте человеческом и преподавательском, а также опыте моего института. Есть такой роман, Улицкой, называется «Никоэль Штайн-переводчик». Там есть такие слова «С пониманием в современном мире вообще очень плохо. Люди не понимают друг друга, а уж тем более государство». И это действительно так. Одна из главных проблем сегодняшнего мира – это межкультурная коммуникация, непонимание друг друга. Чтобы начать понять представителей другой культуры, нужно, наверное, родиться в этой культуре или стать членом этого сообщества. Вот у меня есть знакомый, он много лет живет в Японии, преподает там русский язык, живет там со своей семьей. У него четыре дочери, причем две родились там в Японии. И интересно сказать, что с каждым годом он все больше и больше становится похожим на японца. Хотя он, в общем-то, внешне совсем не японец. Высокий человек, светлый. Вот. Тем не менее, когда я его встречаю, первое впечатление такое, что он просто крупный японец передо мной. Так вот он ассимилируется. И, видимо, люди, которые долго живут в другой стране и общаются с представителями другой культуры, они невольно впитывают в себя части этой культуры и становятся похожими на представителя этой культуры. Надо сказать, что его дочери, проблема их обеих заключается в том, что внешне они являются такими представителями европейской, у них европейская внешность. Вот. Но менталитет их абсолютно японский, потому что они выросли в Японии, учились в школе в Японии. И для них даже, в общем-то, родной язык японский, хотя мы их называем билинговыми, друг с другом они говорят по-японски. Вот. И вот такая вот проблема, одна из проблем между культурной коммуникацией, что они не могут найти себя, кто они, японки или русские. Ну, не все нации одинаково могут приспособиться, ассимилироваться в другой культуре. У меня есть такое вот деление, мое, вот, исходя из своего опыта, из наблюдения за своими студентами, я как-то делю их всех на представителей нации губок и представителей нации пемзы, да, то есть вот такие мягкие, впитывающие и совершенно не принимающие в себя. Вот, например, почему я говорю о японской и китайской культуре? Потому что мне довелось жить там, в этих странах, и преподавать, поэтому я, наверное, лучше знаю эти страны. У меня больше примеров будет, в общем-то, из жизни представителей этой культуры. И так вот нации губки, они впитывают в себя культуру легче, чем представители других наций. Ну, вот японцы, на мой взгляд, это одна из самых губочных таких наций. Они, если начинают жить в стране и учить язык, осваивать язык той страны, они быстрее ассимилируются туда, к культуре этой страны. Вы знаете, в Японии есть даже специальные школы для детей, чьи родители работали долго в той или иной стране. Вот в этих школах их, как бы, обратно, их сознание возвращает обратно к сознанию такого среднего японца. Приведу несколько примеров. Вы, наверное, все знаете, это в притчевоязыцах, японская вежливость, да, она сразу бросается во глаза. Говорят с полупоклоном, всегда улыбаются, никогда вы не услышите грубого слова. Они предупредительно, как, например, если им нужно принести там вам чай или что-то, они предупредительно семенят ногами, да, чтобы показать, что они спешат это сделать. Вот. И, например, мои студенты, которые долго жили в России, ну, долго я называю, год или полтора даже, они возвращаются из России совершенно другими. То есть вот одна из моих лучших студенток, прожив в Петербурге полтора года, вернулась совершенно обрусевшей. Ей труднее всего было найти работу в Японии. Причем она была блестящая студентка, блестящая. Она великолепно знала русский язык, она очень быстро соображала, принимала решения. То есть, в принципе, это была находка для любой компании. И вот уже все, даже самые двоечники, нашли работу, а она не может. И она приходит и мне плачет и говорит, наверное, я бестолковый там, сенсей. Я говорю, ну, это не может быть, что такое происходит? А в Японии есть целая система отбора, да, тут сначала письменный тест, потом собеседование. Она везде проходила все письменные тесты, но сыпалась на вот на собеседование. Я говорю, ну, что ты делаешь? Ну, расскажи мне, почему, что, собственно, происходит, на какие вопросы ты не можешь ответить? Я на все вопросы отвечаю, но после этого они говорят, ну, вы, наверное, нам не подойдете. И когда я с ней разговаривал, я сам почувствовал какой-то такой дискомфорт и думаю, чем же это объясняется? Потом понял, вот, собственно, она смотрела мне прямо в глаза. Надо сказать, за годы жизни в Японии я отвык от такого прямого взгляда. Японцы, особенно японские женщины, они смотрят при разговоре прямо в глаза. Куда-то точка там вот между собеседником и тобой где-то в середине. То есть, вроде бы, она смотрит и не в сторону, и не на тебя. Эта девушка, она просто смотрела прямо в глаза и разговаривала. Я говорю, ну, ты знаешь, даже я не японец могу сказать, почему ты не проходишь. Ну, нельзя так себя вести. Ты же японка, должна показать какое-то уважение. Вот, ну, не знаю, мои уроки подействовали или нет. В общем, работу она, в конце концов, нашла. Ну, вот такой вот забавный эпизод. Ну, вот другая страна, где я прожил много лет, и, собственно, мы сейчас, как и во многих других вузах России, если не во всех, мы имеем дело в основном с китайскими студентами. Да, и вот я Китай, в общем-то, не могу сказать, что я знаю хорошо, Восток дело тонкое. Но я там прожил все-таки три года в Шанхае, там родился мой сын, то есть какой-то опыт жизненный и коммуникативный у меня имеется. И вот я могу сказать, что китайцы – это другая сторона, вот, в моей классификации. Это, скорее, нация пемза такая твердая, да. Они могут узнать другую культуру, могут выучить язык, но они никогда не ассимилируются с этой культурой, не становятся членами вот этого культурного сообщества, всегда держатся с стороны. Вот это вот особенность китайцев. У меня тоже есть очень хорошие знакомые среди китайцев. Вот один вообще потрясающе говорит по-русски, просто владеет русским языком, знает разные мелочи, слабости нашей бюрократической системы, ходы и выходы, все. Но, тем не менее, культурно, ментально он остается китайцем, и при общении это проявляется. Это не проявилось бы, например, у представителей другой нации, но вот в нем китайцы продолжают жить. И это выявляется в таких вот моментах, когда он эмоционально неспокоен, что-то его интересует. Ну вот я присутствовал при его переговорах, его интересовал вопрос, и зная, что в разговоре с европейцем, особенно когда ты его встречаешь первый раз, настаивать на том, чтобы он дал тебе эксклюзивные права на ведение какого-то бизнеса, сложно. Тем не менее, вот в нем проявился этот китаец, как и во всех. То есть вот это я часто наблюдал именно в них. В конце переговоров, которые прошли успешно, в общем-то, так сказать, люди познакомились, но они виделись первый раз. Он сказал вот эту вот свою знаменитую фразу. Нам, давайте мы сделаем так, чтобы вы работали только с нами. Но вот есть множество других примеров. Но вот, кстати, одна из самых... Я думаю, что это одна из самых больших проблем для китайцев, изучающих иностранные языки, особенно русский. Почему им труднее всего? Потому что они не смешивают с обществом, даже если они где проживают, язык которого они изучают. Вот, даже если они живут в стране, вот я наблюдаю за китайскими студентами, все равно их общение на русском языке практически ограничивается аудиторией. Потом они общаются только со своими. У них есть свои магазины, свои доставки, свои какие-то места, где они отдыхают. То есть практически русский язык заканчивается за стенами аудитории. Ну, невозможно выучить язык, если ты не говоришь на нем, не решаешь какие-то задачи. Интересно, что в современном мире, когда мы преподаем иностранные языки, в частности русский язык, мы сталкиваемся с тем, что мы обучаем уже не, собственно, языку, не грамматики, не только грамматики, лексики, синтаксисов. Мы стоим, перед нами стоит задача, прежде всего, научить человека общаться с представителем другого культурно-языкового сообщества. И вот это мы называем сейчас обучить языку. Мир изменился. Я изучал английский язык, не рассчитывая на то, что я когда-то буду его использовать в общении с носителями языка. И предполагалось, может быть, что, ну да, может быть, по работе мне придется встретиться на переговорах с кем-то. И я учил в основном язык для сдачи экзаменов, для чтения литературы, которая мне нравилась. Вот такие были цели. Но цель общения с носителями языка, она была весьма далеко. Очень далеко. И она, в общем-то, не ставилась на занятиях, потому что и преподаватель понимал, что, ну, когда может возникнуть такая ситуация, когда его ученики будут общаться с носителями английского языка, с американцами, англичанами. Был железный занавес. Постепенно с открытием границ, с изменением, собственно, такой вот образовательной парадигмы, когда студент из такого человека, который приходит для получения знаний, превратился в заказчика знаний, а преподаватель из учителя с большой буквы постепенно превращается в исполнителя этого заказа, Ситуация изменилась. Изменились сами ученики, изменились задачи преподавания. Ну, прежде всего, границы открылись, перед людьми стали появляться новые задачи. Люди ищут работу в другой стране, женятся, выходят замуж, просто перебираются на место жительства. То есть сейчас знание языка является очень практическим, да, и мы сейчас, в общем-то, учим не только лексики и грамматики, но и межкультурной коммуникации. Почему? Потому что знание слов, знание грамматики, оно не делает язык инструментом, потому что нужно знать, как и в какой ситуации использовать что и какую фразу. Надо понимать интонации и смыслы, когда обращаются к тебе. Ну, вот приведу пример, в частности, опять получилась японская студентка, она сдала все экзамены языковые на отличные отметки, то есть она знала то, что мы назовем язык, слова, грамматику, вот, хорошо писала и так далее. И вот она звонит по телефону, мне хотел поговорить с моей женой, вот, и к телефону подошел мой сын. И он вдруг начинает смеяться, смеяться, потом кладет трубку и говорит, звонит студентка и говорит, позовите вашу мать, вот, ну, что она, собственно, она не допустила никакой ошибки, ни с какой языковой точки зрения, вот, но с точки зрения межкультурной коммуникации, она попала, вот, она потерпела коммуникативную неудачу, потому что она вызвала смех, да, в силу определенных обстоятельств, в силу значения, которое в нашем языковом сообществе имеет вот это выражение вашу мать. Еще один пример приведу, ну, который случился со мной, да, вот, произошел. Я работал в Китае по линии Министерства образования Советского Союза. И вот слушал страшные истории о том, что часто бывало так, что китайцы наблюдали работу преподавателей, после первого года они отказывались от него, писали письма о том, что вот, нас не устраивает этот преподаватель. И вот подошел к концу первый год моей работы, я собрал вещи, чтобы ехать в отпуск, и пришли меня проводить на вокзал, чтобы проводить на вокзал мои коллеги китайские, которые работали вместе со мной на кафедре. И вот завкафедрой замечательная такая китаянка Чен Лаоши, вот, с которой у нас были прекрасные отношения, и она меня так по-матерински обняла, вот, и сказала, ну, Валерий, прощай, прощайте. Все, все внутри меня оборвалось, я не понравился китайцам, значит, меня, со мной контракт не продолжают, вещи я уже собрать все не могу, значит, составляю вещей, еду в Советский Союз убитый. И приехал, и первым делом побежал в Министерство образования, вот, с бьющимся сердцем туда вошел, спросил, что пришло продление. Да, сказали, пришло, и почему они предлагают вам продлить не на один год, а даже на два еще, потому что ему очень нравится. И потом, когда я вернулся через месяц с Китаем, меня все этот вопрос мучило, почему же мне Чен Лаоши сказал, прощайте. Я подошел к ней и сказал, зачем вы мне сказали прощайте? Она сказала, мне очень нравится это слово, оно красивое, ну, до свидания, я каждый день говорю, прощайте, оно так звучит, что вот, очень красиво. Видите, вот такие примеры маленькие, они показывают, каков путь вот этой межкультурной коммуникации, какой он трудный и тернистый, как можно попасть в капкан и потерпеть неудачу. И когда интенсивность общения между культурами усиливается, таких ситуаций становится больше и больше. И поэтому, когда человек начинает изучать иностранный язык, он уже хочет не просто знать слова и правильно говорить на нем, составлять фразы, он хочет решать на нем реальные житейские проблемы, хочет выразить себя как личность. Поэтому появляется задача, частью нашего обучения становится не только сам язык, но и культура. Кроме того, сам ученик изменился. Вот когда мы учили иностранный язык, преподаватель мог, или учитель в школе мог нам сказать просто, вот текст, выучите его наизусть. Мы не видели в этом ничего такого зазорного, дурного, ну, выучить. Сколько текстов я выучил для экзаменов, для топиков. Вот. И причем вот это вот то, что я их выучил наизусть, мне во многом пригодилось потом. Потому что вот когда человек учит тексты наизусть, когда он начинает общаться в реальных ситуациях, в его голове возникают целые блоки. И если он хорошо учил тексты, заучивал наизусть, вот он этими блоками говорит, он не делает практически ошибок. Так что вот это заучивание, оно пошло мне на пользу. И я не считал, что там преподаватель плохой, если он мне дает такое задание. Потом постепенно стали развиваться коммуникативные методы преподавания иностранных языков, которые не предполагали вот такой вот тупой зубрюшки. Надо было найти обязательно мотив. Он должен понять, зачем учить текст. Это должна быть или игровой мотив, или какой-то соревновательный. Или вы должны были придумать реальный мотив. То есть нельзя было просто дать задание, механически что-то выучить или механически переписать. Ученик изменился, да, он стал искать интерес в аудитории. Зачем он приходит изучать язык? Ему должно быть интересно. Если ему не интересно, он уйдет. И постепенно мы стали зависеть от интереса учеников. И стали сравнивать. А, этот преподаватель преподает интересно, да, он хороший. А вот этот неинтересно, от него ученики уходят. Изменился студент. А в современном мире вообще студент, он считает себя заказчиком, а преподаватель – исполнителем этого заказа. Это идет, собственно, пришло к нам, что называется, оттуда, да. Но, тем не менее, это есть и у нас, да. Студент может сказать преподавателю, я плачу вам за уроки, и вы должны преподавать так, чтобы мне было интересно и хорошо, и удобно. Вот. Поэтому ситуация образовательная тоже изменилась. И изменилось отношение к преподаванию предмета. И постепенно как-то вот изменились цели преподавания языка. И вошла межкультурная коммуникация. Незаметно, но она стала обязательной частью учебного процесса. И это понятно, потому что язык изучается для общения сейчас больше, чем когда-либо. Язык становится реальным инструментом решения реальных каких-то жизненных задач. Поэтому чем меньше коммуникативный неуспех, чем меньше вот таких ситуаций, о которых я рассказал, когда человек попадает в смешную ситуацию, тем выше ценится труд преподавателя, который научил его этому. Поэтому во всех наших курсах уже языковых присутствует межкультурная коммуникация. Более того, родился термин «языковая личность» в языке. Он принадлежит замечательному филологу Юрию Николаевичу Караулову, который постепенно употребляется все больше и больше, когда говорится о целях преподавания иностранных языков, в частности русского, как иностранного. Создание новой языковой личности. Вот в чем сейчас задача преподавания иностранных языков, и русского языка, как иностранного в частности. Мы не просто учим другим словам, другому строю языка. Мы создаем новую личность, потому что человек, принадлежащий каждой культуре, а язык — это средство выражения культуры, он мыслит по-другому, он делит действительность иначе, чем представитель иной культуры. Ну, там, конечно, есть много примеров, что для жителей Крайнего Севера есть много названий. Снега там, а у нас только одно снег, а для них серый снег — это свое слово и понятие, и так далее. Мы по-другому сейчас даже прочитываем русскую литературу, выхватывая для себя показательные примеры нарушения вот этой так называемой межкультурной коммуникации. И говорим о необходимости учитывать вот эти моменты в преподавании русского языка. Возьмем повесть Дубровский Пушкина, знаменитую. Помните, Дубровский приезжает на постоялый двор, ему нужно поменять лошадей. Там уже на этом дворе француз, которого выписал Кирилл Петрович Троекуров, своей дочери Маши, чтобы он был ее гувернантом и обучал русскому языку. И Дубровский потом, вы знаете, предложил ему деньги, чтобы тот отдал ему свои документы. Француз получает большую сумму денег, возвращается во Францию, а Дубровский под видом французского гувернанта приезжает в имение Троекурова. И вот описание француза на этом постоялом дворе. Француз ничего не сказал, да он ничего не мог сказать, он не говорил по-русски, но он вызывает раздражение у хозяев этого двора. Почему? Не потому, что он француз, они, может быть, даже и не предполагают, что он из Франции, он для них просто иностранец. Он ходит в избе и свищет. Свист для любой европейской культуры ничего не значит. Ну да, легкомысленный человек может быть. Но с нашими предметами, если человек свистит в помещении, нет удей нигде будет, там будет беда. Это отношение к свисту обрекает бедного иностранца уже на неуспех коммуникативный в его общении с носителями культурно-языкового сознания. И таких примеров огромное количество существует. И как же их все учесть? Ну, представляете себе, как составить такой курс? И действительно ли мы создаем эту языковую личность? Такую гомункула. Человек приходит, допустим, садится китаец, потом пш-пш-пш. Через год выходит человек совершенно с изменившимся лицом и с изменившимся сознанием. Конечно, нет. Это, как знаете, когда идет показ мод, мы смотрим моды и говорим, ну, неужели в таких вот можно выйти на улицу в такой одежде? Это тенденция. Это высокая цель. Но она сейчас именно такая. Создать новую языковую личность. То есть идеально сделать так, чтобы иностранец, который садится в вашу аудиторию, через какой-то срок вышел по русским мыслящим человеком. Вот к этому мы стремимся. Этому посвящены наши мучения в придумывании заданий, в организации занятий. Как этого добиться? Ну, существует много разных методов. Я поделюсь своим секретом. Вот, тем более, что это уже давно не секрет, и многие также поступают. Как преодолеть вот эти проблемы межкультурной коммуникации? Нужно смотреть, в общем-то, в корень, суть проблемы. Тогда это нам как-то поможет ее решить. Культура материальная. Она выражена в словах, в текстах, в предметах, в поступках. Когда человек изучает, начинает изучать иностранный язык, ну, давайте говорить о русском, он еще не приближается к носителю сознания языкового. Вот он читает слово «стол», а в его сознании возникает, в сознании японца, японский стол такой низенький, в составе, в сознании, там, представитель другой культуры, другой стол. Он говорит «дом», в сознании возникают совершенно разные дома, хотя, в принципе, словарь его языка переводит это правильным словом. Но в его сознании совершенно не тот дом, который представляем мы с вами. Или, например, обед. Что такое обед для нас? Это салат, первое суп, второе и третье. Или, например, обед по-японски, там нет деления на первое блюдо, второе, там все блюда, ты можешь есть рис палочками, пить суп. Суп именно пьют даже в японском и питанском языке. Нет глагола «есть суп». Они говорят «пить суп», пьет суп. Вот, кстати, удобно очень. Вот, и там для него нет вот этого разделения. Ну да, кофе он выпьет. Но кофе – это напиток не японский, он пришел из других земель, поэтому он и пьет так, как в других землях. Вот, и после всего. Но, тем не менее, еда для него, она одновременна. Да, поэтому в языке, когда мы говорим обед, это только для него временная категория. Он представляет себе совершенно другой обед, чем мы. Поэтому, когда студент-иностранец изучает русские слова, это еще не значит, что он начинает говорить по-русски и понимает русских. Вот, необходимо дотронуться до этой культуры, чтобы он, когда говорил обед, он представал себе, ну, во всех случаях, если он будет говорить о русских, представлял бы русский обед. Очень востребованы стали программы, когда студенты приезжают сюда. Хотя бы ненадолго. Хотя бы ненадолго. Хотя бы на 2-3-4 недели, чтобы дотронуться до культуры. Если ты культуру не пощупаешь руками, не увидишь глазами, не попробуешь на язык, для тебя иностранный язык так и останется чужим и непонятным. Я видел чудеса, которые совершают вот эти вот поездки в страну и изучение языка через, мы называем это громким словом, погружение в культуру. Но это на самом деле просто поесть мороженого в гуме. Вот, там, я не знаю, поваляться в снегу, проехаться в метро. Вот это вот и есть прикосновение к культуре. И я видел чудеса, которые это прикосновение делает, да, совершенно изменяет сознание человека. Он начинает думать по-другому. И ему нравится думать по-другому. Не так, как думает, не так, как он думал всегда. Опять же вернусь к одной из стран, где я жил долго, в Японии. Знаете, когда я задал вопрос первому курсу на первом занятии, вот, мы еще говорили по-английски, я им задал вопрос, почему вы изучаете русский язык? Почему вы пришли на этот факультет русского языка? Вы знаете, 45 человек, только четверо могли ответить. Да? Один любил Чебурашку, другой Достоевского, третий фигуриста Плющенко, вот, а четвертый художник Калентулова. Остальные 40 человек, они представления не имели, что такое русский язык и зачем они туда пришли. Зачем же вы пришли сюда, спросил я. Просто мы не добрали баллов на английское отделение. А это отделение, а русское есть в институте. Нам предложили поступить сюда. Вот зачем. И представляете, как учить людей, которые совершенно не понимают, зачем они учат этот язык, для чего он им. Ну, конечно, да, выучили слова, как если придерживаться цели, которая была раньше, да, вот, ну, владеть именно языковыми знаниями, издать экзамен, да, это для этого, в принципе, было достаточно моего курса. Ну, я-то был другим уже преподавателем, с другим, с изменившим сознанием. Поэтому меня не устраивало то, как мои студенты говорили, да. Я считал, что если они заканчивают языковой вуз, а это я работал в университете иностранных языков, я считал, что они должны общаться с носителями языка. Вот. Ну, и совершенно случайно, вот, я их привез в Россию, вот, в общем, не собирался, но так сложились обстоятельства, что я со своей группой оказался в России. И просто через 4 недели я увидел совершенно других людей. Мы неправильно общаемся друг с другом. И многие проблемы, политические, международные проблемы, они рождены именно на уровне коммуникативного. Мы не понимаем друг друга. Мы вкладываем во внешние поступки разные смыслы. И ищем, и видим эти же смыслы в поступках представителей другой культуры. Но они же вкладывают очень часто совершенно другие мысли и смыслы, чем мы думаем. Вот еще один пример, чтобы не быть таким вот голословным. Я оказался со студентами, опять будете смеяться, японцами, опять же, в Петербурге. Просто это нации совсем... Их культура совсем далеко от нас. Она на другом конце шкалы такой. Европейцы, в общем-то, где-то ближе к нам, так как у нас общий культурный базис такой. У японца, у двух или трех студентов украли кошельки. Ну, бывает в каждой стране, тем более в таких туристических местах. Тем более денег там было немного. У нас была большая группа. И я им предложил вот что. Я сам как-то оказывался в такой ситуации, когда был в Америке, преподавал, у меня украли кошелек. И тогда все преподаватели, которые работали на моем факультете, просто все скинулись и вернули эти деньги мне. Было прекрасно. Я просто был тронут до слез, потому что это было неожиданно и настолько человечески, и так как-то дружески, что я на всю жизнь запомнил. Вот тот пример в Америке. И когда у моих студентов в Петербурге вытащили по тысячу или по две тысячи рублей с кошельками, я собрал всех студентов и сказал, ребята, вот с тремя нашими друзьями произошла такая неприятная ситуация, давайте мы поможем им. Мы же друзья все, мы все вместе тут живем. Все, да, да, все были готовы помогать. Но когда я им сказал, давайте каждый из вас даст 100 рублей, и мы восстановим эту сумму, вдруг лица вытянулись японские. Причем вытянулись лица тех, кто должен был дать эти 100 рублей и тех, кому нужно было дать эти 100 рублей. Я ничего не понимал. Ну, они мне принесли, каждый по 100 рублей. И я вручил пострадавшим, думаю, что сейчас они расплачутся, но они с такими напряженными лицами, даже немножко злыми на меня смотрели. Я не мог понять, в чем дело. Это же хорошо. Это же мы показали то, как мы их любим, как мы дружим с ними. В чем плохо? И вот, и ко мне подошла девочка, кстати, вот, дочь моего коллеги японского, с которой я начал свою лекцию. Она сказала, вы знаете, это неправильно так делать. Я говорю, ну что, объясни мне, что неправильно, почему это плохо? Она говорит, вы знаете, вот, ну, они же должны будут друг друга. Что должны? 100 рублей? Ну да, 100 рублей. Я говорю, ну какие это деньги? Ну нет, в Японии это все равно деньги. Вот вы знаете, вот 40 человек эти, которые сейчас сбросились, они, они живут в разных городах. И вот эти трое, кому они отдали деньги, они же никогда не найдут их потом в Японии, чтобы вернуть. Вот. То есть, вы сейчас вот этих трех человек обрекли на то, что они будут пожизненно должны и будут с этим чувством долга жить всю жизнь. А эти, которые дали, они понимают, что они делают для них не благо, а погружают их в долговую такую моральную яму. Вот. И я потом, когда уже больше книг стал читать, я понял, что понимание вот этого вот концепта, вот этого смысла долга, оно совершенно разное у нас. Эти, эти вот эти неудачи, эти неудачи в общении, они поджидают нас на каждом шагу. И как преподаватели мы делаем все возможное, чтобы наших студентов, которых мы начинаем любить с самого первого дня, чтобы оградить их, охранить вот на этом тернистом пути освоения русского языка как иностранного, а в общем-то, если говорить с нынешней точки зрения, с нынешней позиции, на пути становления членами нашего лингвокультурного сообщества, на пути становления русскими людьми. Это была программа «Золотые лекции». С вами был Валерий Владимирович Частных, заместитель директора Института русского языка и культуры Московского государственного университета. До свидания.